вторая ночевка прошла не так конечно успешно как первое чуть-чуть почему-то под замерзся показывает минус 28 радует только что бензин не так быстро заканчивается как когда едешь в принципе столько же там палочка было машин подубавило здесь все по уезжали уже время 834 по местному то что сейчас пойду за 15 рублей в туалет схожу и все в путь он солью каким-то вообще целлофаном замотали полностью чуть не знаю я не утеплялся даже кей картик свой может стоит хотя он бриллиант не тоже не утепленный сейчас проехал чуть заправка не работает что возможно кей кары не надо утеплять не знаю время покажет хотя температура он даже минус 24 уже не так ты холодно блин чудо холодно да ё-моё почему я замерз в спальнике еще и в кофте сегодня был дополнительно ко вчерашнему дню странно все это странно на улице минус 32 трасса контролируется вертолетом смотрели прям вдоль трассы едет не знаю чего не смотрят что кто-то не замерз наверно или на нарушение может на обгоны не знаю первый раз здесь вижу возможно смотрят чтобы замерзших не было так как запас хода на этой машине маленькие 400 км заправляться буду на полбайки уже потому что не хотелось бы встрять тем более сейчас места такие будут где мало заправок где будут пробелы на черном бриллианте я доказал что даже дорогим бензином не обязательно заправляться что хватает но здесь зима плюс все эти условия лучше перестраховаться перебить блин что-то случилось короче перестала с верхних дефлекторов дуть будет дуть будет юрий то есть в ноги дует теплым воздухом а сверху не дует я пробовал на стекло направлять поток воздуха и в лицо короче я тут подумал и решил попробовать установить на на картонку вот сюда вот хотя бы может быть туда что-то еще бы запихать потому что это еще прохладней станет позже вот такая имеется коробочка из-под мермелада сейчас буду как-то и и мастерить короче пропускает по ободу и 3 этих штамповки остальные тоже 1 1 1 очко на другой там 1 и 8 осталось короче все чуть-чуть до пропускают как вам вот такой напиток отцы отцы до лак с булочкой нормально вкатывает ну вот все хозяйство этот разложил свое даже глушить машину не буду потому что вы стужается очень быстро а тепло сейчас она очень важно в минус 30 в таких краях где одна жена монтажка были на 300 километров и 1 кафешка на 200 4 затянул терапию сил кстати смотрите резина такая достаточно подшатанная вся боковина еще он в пупырках вон она блин все все в снегом задуло здесь то ладно колес надо убирать сейчас будет снег весь вот такая картина неподрессоренная масса она увеличивается и ничего хорошего от этого не бывает ну и здесь тоже все же прошила а передней главное нормально там тормозной суппорт главное с машины все слетело практически вся хорошего вот это кстати прошу обратить внимание все болтики беленькие все черненькая все четко вообще ни фигасе на черной машине в минус 30 на солнце он припекает аж вода он летает но так намного лучше я думаю сейчас поедем гораздо веселей надеюсь больше у меня никаких движух не будет с колесами может какой-то максимум подкачать вот с этим мой тюнинг на на картон очка стал уже теплей едем дальше одна из последних недорогих заправок на сам последние люди он с канистрами стоят набирают понесли канистр вот у нас поворотик на эрофей палыч инспектора работают здесь вот накрыли капот бензин уже 55 рублей стоит автовозик вот такие форики стоят суровые места здесь до первый раз вижу машину дпс вот который так стоит и у нее накрыт капот пейзажи конечно потрясающие за окном дело идет к вечеру 4 15 по местному времени температура начала уже опускаться то есть днем было где-то минус 27 сейчас вот уже минус 31 нормально чё солнце зато как-то комфорт мне стало ехать почему-то в куртке хотя в 33 ехали по приморью нормально было вроде без куртке разуются вот тапочки обул потому что вообще перегон в обуви в кроссовках в туфлях там ботинках в чем угодно и в тапочках да в нас как просто это вообще два два разных уровня комфорта я лучше буду на кейкаре ехать в тапочка чем буду в ботинках на мерседесе на каком ехать вот он у нас забайкальский край начинается солнце уже скрывается за сопками конечно хотелось бы световой день подольше на перегоне потому что но ночью ехать то есть в темное время суток и днем две разных истории забайкаль его дорожка вот такое покрытие приняла то есть снежная немного половину снег половину асфальт то есть уже сухого шершавенького асфальта я так понимаю не видать что ли вот они эти подъемы аварийные помните изучали летом их посмотрим в каком состоянии ну туда и судя по всему сгребают снег но он тоже если что поможет затормозить машину да реально дорога отличается от летней от осенней и вообще впечатления отличаются конечно когда давит тридцатка то есть снегопады сильные а летом едешь по сути начали на расслабоне там дождик брызнуть может там ненадолго и все а тут уже чик чик смотришь уже то морозы то и снегопад гололед сейчас вот дорога видите какая сцепление прям не это не такое уверенное уже стало как в амурской области но ничего я думаю прорвемся и будем прорываться обязательно так что едем дальше как вы сейчас можете услышать началась посыпушка дороги не знаю чем то наверное песком каким-то камушками в общем камушки парком начали бить это значит нужно опасаться уже сколов вот тут как так как-то по-разному ухаживают за дорогами это мы кстати амазар проезжаем вот буквально в амурке ехали до недавно там асфальт шершавый да ничего песок нику не насыпать здесь же ну вот буквально сколько 150 километров проехали все совсем по-другому вот поворот на амазар там мы с вами катались кто хочет посмотреть что такое амазар сам населенный пункт как там живут люди можете посмотреть путешествие на черном бриллианте там я заезжал по деревням я еще буду заезжать определенно по деревням наверное летом все таки или по настроению не знаю пока расход немного снизился меньше пяти литров уже с горки едем конечно вот я почти 90 еду и чуть меньше тут вот 90 это две с половиной тысячи оборотов короче что ребят можете меня поздравить первые минус 40 стукнуло бензинчик потихоньку кончается расход кстати немного упал пошли по медленно человек то есть меньше 7 литров сейчас расход заправка вроде как через 15 километров должна быть но если чего если этой заправки нет не будет бензина еще что-то вроде там еще через 50 км а у меня на 136 еще я думаю прорвемся сейчас хочу сам свое же видео посмотреть где здесь заправка роснефть на которые бензина 5 рублей дешевле конечно через 15 мы еще не она будет но чтобы примерно планировать туда попасть на нее ё-моё еле ползем чуть нифига себе самая крутая горка это 4000 оборотов 50 километров в час минус 40 он прям это на глазах палочка бензина пропала 1 ладно двигаем вот она долгожданная заправка 55 50 бенз стоит жесть но никуда не деваться придется заправляться блин уже в ритм может говорить конечно жесть конский ценник о коллеги я в тапочках едут в тапочках еду офигеть ты 25 литров ровно прям до горлышко так что-то это колесик это слабая е-мое туда он съезжу посмотрю что на монтаж чувствую хапнули еще с колесами а ты не знаешь где у него этот компрессор какой-либо уже там сзади все должно быть сзади все должно быть е-мое ну как как так вообще колесо спускает человек загорелся блин чё за хрень шиномонтажка шиномонтажка через 170 километров ну и то есть она там будет потому что сами сами видели бывают недоразумения мне вот только лесу ничего с ним не сделали просто сняли шину и отдельно он тряпочка там сюда потер не щеткой металлической ничего не знаю вроде не спускается может это тоже провернуть и блин компрессора нет почему где в инбоксе компрессор штатный ё-моё у всех есть компрессор у меня нет я был взял подкачал сюда поехал дальше еще не так вот я так думал в натяг еду просто типа но сильно не нажимаю просто чтобы расход там небольшой был да но оказывается нет отключилась эта индикация то есть мгновенного расхода получается в тапок я нажал а может это турбина отключилась ё-моё как бы мне не встать я нибудь как тапок в поле нажал как бы подхвата вот это вот подхват пропал как может попробовать заглушить завести опять блин жесть вообще именно после заправки это произошло резко звуков никаких нет посторонних хотя бы это уже радует машина едет вообще хреново в горку вон ну это в горку ну вообще хреново едет четыре тысячи оборотов вон и вообще еле-еле расход вроде обычный показывает но тогда я в горку полз почти всю дорогу поле ну чё такое чё-то не это не так пошло блин опять в горку едем что-то скорость все меньше и меньше у меня четыре тысячи оборотов держу то 60 то 50 то уже к 40 идет то ли гора крутая то ли у меня может это машина хуже начинает ехать да че ты блин больше четырехсот километров еще эти глухие места да жесть конечно вообще чё и интернет не ловит ни хрена не посмотреть чё вообще если турбина можно ехать я даже не у меня не было никогда турбовых машин если турбина не перестала работать можно ехать нельзя я не знаю даже чё там какие побочные эффекты блин хотя бы до интернета доехать ну-ка не нифига ну ешка есть там еле-еле ловит ну вообще ни о чём ну вот вообще вон к 40 уже скорость с горки вот разогнался 90 даже короче ехать едет но не разгоняется почему-то сейчас был знак перевал тена видимо может это уже 40 уже 30 еду уже все видимо может не что-то блин там была эта стоянка может развернусь сейчас развернусь поеду спущусь уже 20 все уже не могу заехать постою по кумеку уже меньше 20 блин а чё кумекать интернета нет ни хрена нет но связь обычно это есть что там пару фур каких-то стоит на той стоянке вообще жесть перевал не могу заехать на улице 38 если она заглохнет это будет пипец вообще экстрим вот и надежные японцы блин у меня такого даже с дровами со всякими не было с московскими никогда такого не было у нас не ехала машина так сейчас проверим маслицо на масле какая-то эмульсия ю-мою докатался на масле какая-то эмульсия что ли тут похоже бензин ни при чем вообще антифриз на месте полностью блин а где тут это турбина-то ё-моё где тут можно хоть что заглянуть куда посмотреть ни фига не видно ничего не понятно что за эмульсия в масле блин работает вообще четко звук вообще четкий то есть никакого ничего нету блин что за хрень то а короче чё в масле какая-то эмульсия может я гоню конечно машина не едет чек горит звук двигателя нормальный не стучит ничего антифриз на месте чё за хрень блин хоть до 4 добраться поеду попробую еще раз гору эту штурману может дело в вариаторе не вообще я вообще не могу ничего понять что происходит поехать в вариаторе масло проверить что вариатор не проверил блин хорошо вот бензина почти полный бак но как-то так совпало с заправкой я вообще ничего не могу понять что делать вообще хоть бы интернет был хоть погугли что-нибудь вот видите перевал имени ютена видим еле как вроде куда-то поднимаемся уже самое главное пока для минус 37 и ночи есть это тепло идет из этих из отверстий не это я вообще а я охреневаю все у меня никогда такого не было даже была мне в паре где там перекупы в уфе honda hrv со сломанным вариатором но она была я в аварию падала каждый там сколько-то 40 километров грубо говоря но она ехала я ехал на ней нормально я гнал и просто в аварию упадет остановишься заглушиваешь поехал дальше но такого чтобы я в минус 37 минус 40 где-то ночью вообще где в глухой тайге где-то стоял и это был беспробеговый японский автомобиль я никогда такого не думал что когда-то такой будет тяги вообще нет вы неужели забрались на двору ё-моё какой-то куда-нибудь доехать из-за какой-то стоянки да еще и проблема то ли с мотором то ли ну и с вариатором и если это ему все это мне показалось то что я гоню может от со страха значит с вариатором что-то вон с горы то летит нормально по мотору вообще то есть не утроение ничего работает ровно тихо я вообще ничего не понимаю блин здесь . вот бешеномонтажка ближайшая вроде бы как сейчас еще одно колесо еще одно спустится и все точно приехали да а вот сейчас компрессор то мне бы вообще пригодился ой как пригодился что-то что-то жесть вообще какая-то ну ладно будем прорываться как-то план такой вообще хотя бы как-то доехать до той стошки ближайший переночевать с утра может не знаю мастера там что-то посмотрят я конечно не уверен но хотя бы до 4 доехать и там ремонтироваться потому что это вообще невозможно в канун нового года блин если придется что-то заказывать с владика жить в чите новый год в пролете получается ладно да как-то скорость набирать побольше держать потому что опять горочки наконец-то спуске пошли на перевале потому что эти по три подъема было подряд участку с 5 процентов 2 километра если это произошло сразу после заправки может что-то с топливной я надеюсь чтобы там просто я сейчас бензином день заправлюсь другим сейчас на первой же заправки хотя тут чё рот дорож нефти только ехать первая нормальная заправка на хрен знает где еще будет заправлюсь надеюсь и поедет машина нормально потому что как-то механического повреждения но только вот что это эмульсия непонятная нету признаков то есть никакого стука никакого запаха и ну тебя тяги реально нету может масло из вариатора вытекло я не знаю чуть-чуть еще может быть аксёнова зиловская аксёнова зиловская проезжаем очередная гора вот возле поселка жирикен и очень туго очень туго опять доехал до чернышевска шиномонтажка сейчас прошу есть тут сканер в чернышевске или нет потому что до читага еще 300 км не знаю даже может стрим запустить на ю тубе может кто знает чё за проблема поменял сразу колесо чуть машина постояла минут 20 все уже замерзла синяя лампочка буду ночевать чернышевске завтра искать здесь ты ложку с диагностикой ой как холодно да вот и дальше уже от этого бросать чё там за ошибка горит и на интернет часу паду